всем привет вы на канале политический новостник приятного просмотра вместо построения новой армении пашинян застрял в борьбе с прошлым спустя два года после прихода к власти в армении премьер-министра никола пашиняна в результате революционных процессов в апреле 2018 года его команда все еще находится в процессе формирования и пока далека от системной работы как пишет информационно-аналитический центр в эрлк в составе правительства есть ведомства и структуры которые работают достаточно эффективно однако есть и такие кпд которых стремится к нулю понятно что пашинян после революции унаследовал погрязший в коррупции государственный аппарат недееспособный парламент бедность пугающих масштабов и зависимую от исполнительной власти судебную систему сам пашинян спустя некоторое время после революции признал что государственная система правления практически на всех уровнях находится в коллапсе возникает вопрос удалось ли пашиняну и его команде спустя два год после прихода к власти остановить коллапс государственной системы правления искоренители снизить уровень коррупции а также сократить бедность за счет экономического роста и роста благополучия населения если коротко ответить на эти вопросы кое-что у него получилось например за счет применения жестких административных мер существенно снизилась коррупция и сократились масштабы теневой экономики существенно повысилось качество строительства инфраструктур и внутренних коммуникаций по данным антикоррупционного центра транспиренсии интернешну в 2019 году индекс восприятия коррупции в стране существенно снизился среди 180 стран армения поднялась со 105 место на 77 предыдущие годы индекс восприятия коррупции составлял 33 35 в 2019 году 42 по шкале от нуля до 100 баллов где ноль это самые коррумпированные страны в течение того же периода времени правительство сообщило о появлении 80 тысяч новых рабочих мест большинство из них существовали и их вывели из тени которых она раньше не видела как следствие увеличились налоговые поступления в газказну есть еще три ведомства министерство обороны иностранных дел и финансов развивающиеся в основном по инерции в процессе осуществляя в них улучшение косметического характера причиной тому может быть то что указанные ведомства возглавили свои кадры давидта наян заграб мнациканян и атом джинджу газян старожилы в министерствах обороны иностранных дел и финансов в минобороны улучшилась система снабжения и питания из баланса мид сняли людей не имеющих прямого отношения к дипломатии у них отобрали дипломатические паспорта и номера автомобилей которые были розданы при предыдущих властях однако говорить о каких-то масштабных успехах армянской дипломатии на внешних рубежах не проходится отношения с сша не улучшились несмотря на усилия еревана пока не удалось организовать встречу пашиняна с трампом заметных успехов нет и на европейском треке а кооперация с союзной россией развивается по скандальному сценарию резкая реакция москвы на возбуждение уголовного дела в отношении главы одкб юрия хачатурова и экс-президента армении роберта качаряна в 2018 году наглядный тому пример в других сферах эффективность деятельности кадров пашиняна оставляет желать лучшего сфера образования находится в бесхозном состоянии месяцами не назначаются ректора главных вузов страны проводятся весьма спорные с точки зрения общественного восприятия образовательные реформы на действие а если быть точнее бездействия министра араика рутюняна которому доверили курировать четыре крайне важные сферы образование наука спорт и культура жалуются многие даже в самой команде пашиняна по нашим сведениям он умудрился испортить отношения с парламентом частью коллег по правительственному цеху и лишь по воле премьер-министра продолжает оставаться на своем посту провалы заметы в реформах судебной системы сначала пашинян заявил об отказе от существовавшей традиции телефонного правосудия затем обрушился с критикой на судебную систему после того как основный фигурант дела 1 марта 2008 года экс-президент роберт качарян был выпущен на свободу после его повторного ареста и освобождения пашинян призвал своих сторонников блокировать здание судов иными словами исполнительная власть напала на судебную и инициировал вётинг судей затем он брался за конституционный суд и лишь после нескольких попыток путем специальных конституционных поправок спорных с точки зрения оппозиции добился освобождения трех судей и увольнения главы кс грайера товмасяна тем самым желая изменить чашу весов в главном суде страны в свою пользу на этом фоне сложно говорить о реформах направленных на усиление судебной системы и укрепление ее независимости политическая элита из-за внутренних фобий и неустойчивости похоже желает контролировать все в том числе судебную систему проблемы в системе здравоохранения ярко были продемонстрированы во время пандемии коронавируса что продолжается до сих пор власти желая провести запланированный референдум по конституционным поправкам сначала не хотели объявить в стране жесткий карантин затем из-за быстрого распространения инфекции отменили референдум и объявили локдаун что многие приветствовали поскольку система здравоохранения армении не выдержала бы нагрузки пандемии однако со временем карантинные меры стали носить формальный характер в результате чего армения вырвалась в лидеры среди стран южного кавказа как по количеству смертей от коронавируса так и зараженных на 100 тысяч жителей лакмусовой бумагой эффективности системы здравоохранения стало это что министр арен тарасян сначала говорил о бесполезности медицинских масок с точки зрения сдерживания распространения инфекции однако спустя недели начал твердить обратное не была готова кризису и экономика страны которая в конце года по прогнозам правительства сократится на два процента а по прогнозам цб на 4 процента эксперты же ожидают спад экономики до 10 процентов в настоящее время показатель экономической активности за январь июнь этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года снизился на 4,7 процента ситуация в будущем может усугубиться так как экономический кризис исходит из сферы здравоохранения а по прогнозам воссовероятность усиления пандемии достаточно велика в целом если оценить деятельность правительства пашиняна за прошедшие два года можно констатировать определенный успех в борьбе с коррупцией и теневой экономикой и многочисленные провалы в таких важных областях как экономика судебная система здравоохранение и внешняя политика несмотря на то что пашинян после бархатной революции объявила новой армении власти за прошедшие два года были заняты борьбой с прошлым они реформами и обновлением страны пашинян у россии в армении союзник и партнер это армянский народ союзником россии в армении является армянский народ они отдельные политики а считающиеся враждебными россии нко работают со времен правления президентов в чьей лояльности в россии никто не сомневался об этом в интервью телеканалу рбк заявил премьер-министр никол пашинян недавний пост главного редактора арти маргариты симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в закавказской республике резко негативную реакцию отметил пашинян в беседе с рбк по словам главы армянского правительства перечисленные симоньян претензии несостоятельны 18 июля в своем телеграм-канале главред арти ранее написала обращение к армянским властям в ответ на многолетнее добро и защиту которые вы получали от россии вы не признали крым потому что это внутреннее дело армении исключительно из политической мести вы посадили роберта качаряна неизменного союзника россии вы наводнили страну антироссийскими нко которые на вашей территории обучают молодежь как свергать власть в россии вы стали плацдармом антироссийских сил на кавказе написала симоньян выразить свою позицию как подчеркнула тогда главред арти ее вынудили интернет войска властей армении армения не признала еще независимость нагорного карабаха это означает что мы не защищаем нагорных карабах нет отметил пашинян комментируя первый тезис симоньян но при этом армении и нагорный карабах единое пространство безопасности напомнил он комментируя претензии относительно ареста бывшего президента страны роберта качаряна обвиненного на родине в свержении конституционного строя в 2008 году из-за разгона митинга оппозиции против результатов президентских выборов в марте 2008 года в ходе которого погибли 10 человек пашинян отметил что не отдельные политики являются союзниками россии а весь армянский народ в россии должны понять что союзник россии в армении не пашинян не петросян не погосян не сарксян не качарян союзник и партнер это армянский народ это очень важный нюанс сказал премьер по его словам очень многие деятели в течение долгого время представляли себя в качестве единоличного союзника россии но союзник россии армянский народ отвечая на претензию по поводу работы в республике западных некоммерческих организаций глава правительства армении напомнил что они начали здесь свою деятельность много раньше его прихода к власти в 2018 году они были созданы в те времена когда в россии никто не сомневался в пророссийских стремлениях правительства армении все эти организации были созданы во времена роберта качаряна времена сержа сарксяна если они были такие пророссийские почему они не закрыли эти организации задался вопросом пашинян интервью пашиняна рбк прошло в ереване после обострения на армяно-азербайджанской границе начавшегося 12 июля спасибо за просмотр жду ваших комментариев ставим лайк и подписываемся на канал